Этот угодник Божий любил людей, но не все отвечали ему взаимостям. Судьба послала ему множество испытаний, но они не сломили его веру. От рождения ли Бог наделил его даром прозорливости, или же он был одарен за подвижническую жизнь? Преподобный Укша. Одесский чудотворец. Однажды вечером на высоком берегу Черного моря возле Одессы князь Александр Теутул разжег костер. Капитан греческой шхуны решил, что этот огонь – маяк, который в действительности находился немного поодаль. Корабль взял неправильный курс и разбился оскалом. Князь Теутул был человеком высокодуховным и верующим. Эта катастрофа очень его расстроила. И чтобы как-то искупить свою фатальную ошибку, князь решил подарить свои земли, находящиеся в районе Большого фонтана над морем, православной церкви. Так в 1814 году было основано архиерейское подворье, а со временем возник мужской монастырь в честь Успения Божьей Матери. В высокой духовности и святости жила братья. В 1960 году проведением Господним в монастыре подвязался преподобный Кукша. Дорога в Одессу для него была долгой. Уже седовласым старцем попал сюда святой. Уже людская молва о чудесах и праведной жизни его разносилась по всему свету. В обители поселялись великие подвижники православной веры. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания. В семье величка было три брата. Старший Феодор, средний Косьма, младший Иоанн. Особенная судьба ждала Косьму. Еще маленьким, приходя в церковь, он всегда заглядывал внутрь алтаря. Его спрашивали, что он хочет там увидеть. Он же отвечал, Боженьку, который там живет. Когда Косьме исполнилось 20 в 1894 году, мальчик со своими односельчанами, жителями села Горбузинка, что на Николаевщине, отправился в паломничество на святую землю. Позднее он вспоминал, что в то время даже простой крестьянин мог попасть в Иерусалим. Сначала шли пешком, потом садились на какой-нибудь попутный корабль и плыли. В те времена считалось, что настоящий паломник тот, кто выдержит все трудности пути, голод, холод, дождь и ветер. В 1894 году паломники так описывали Иерусалим. Город построен на четырех холмах. На северном холме между двумя мусульманскими миноретами возвышается большой медный купол церкви гроба Господнего. На празднике толпа здесь наиболее интересна. Мужчины, женщины, старики и дети, священники и миряне со всего света напоминают вавилонское смешение всех языков, будто ты находишься в том же городе в древности, в день Пятидесятницы. В храме гроба Господнего с Косьмою Величко произошло нечто удивительное. Все паломники подошли к камню помазания. Именно на нем в свое время лежало тело Господа нашего для помазания перед захоронением. На протяжении нескольких тысячелетий верующие приходят к этой святыне, желая помазаться елеем. Прикладывают полотенца, крестики, чтобы унести с собой святую каплю. Косьма тоже подошел к святыне. Внезапно он увидел, что одна из лампад будто бы сама по себе наклонилась, и елей пролился на него. Все люди подбежали к Косьме и стали руками собирать елей, истекавшись по одежде, и с благоговением помазывали себя. Этот случай предрекал, что благодать Божья, которой обильно одарен преподобный, будет передаваться через него людям. После паломничества в Палестину Косьма решил посетить святую гору Афон. Там в XIX столетии было свыше 20 монастырей. Юноша побывал во многих из них, а попав в Пантелеймоновскую обитель, попросил у настоятеля благословения остаться на Афоне. Святая гора поразила Косьму аскетизмом и высокой духовностью. На полуострове длиной в 60, а шириной в 20 километров, покой и тишина, которую только подчеркивают умиротворенные песнопения святогорцев и шепот волн Эгейского моря. В конце жизни уже в Одессе преподобный Кукша скажет, что он как будто вновь вернулся на Афон. Преподобный полюбил святую гору всей душой. Он просил благословения на постриг у родных и у киевского старца и провидца отца Ионы. «Я боялся, что отец Иона не благословит меня». А он сам подошел, стукнул меня по голове крестом и сказал, «Благословляю монастырь, будешь жить на Афоне». Мать Косьмы тоже благословила сына, подарив ему казанскую икону Божьей Матери. Эту святыню преподобный берег до самой смерти. «Только отец был против. Срублю тебя, как ветку, похороню и буду знать, где косточки твои лежат, а в монастырь не пущу». Всем селом уговаривали старика, пока Иоанн согласился, «Пусть молится за весь наш род». Преподобный провел в Пантелеймонове монастыре на Афоне 17 лет своей жизни. В 1900 году в обители проживало около 3000 насильников. Красота, порядок и внутренняя дисциплина. Всеночная на Афоне начиналась в восемь вечера, а заканчивалась, когда провозглашали «Слава тебе, показавшему нам свет на рассвете». «Все должны были стоять неподвижно», — старец вспоминал. «Если переступишь с ноги на ногу, непременно кто-то из старших ударит кулаком в спину, мол, неужели он стал стоять, молодой?» «До полуночи несешь послушание, а в первом часу ночи скорее в пустынь за три километра к своему духовному наставнику, старцу Мельхисадеку, учиться молитве». Вскоре Косьма принял постриг с именем Сенофонт. Это имя он носил до того, как принял схему. На Афоне монах Сенофонт увлекся наследием святых отцов, прошел школу монастырской жизни, общался с великими старцами Святой горы. В 1912 году он вернулся на родину и поселился в Киево-Печерской лавре. Братья полюбила афонского монаха. Преподобный сразу принялся старательно трудиться. Монахи, которые знали Кукшу, вспоминали, что было время, когда он нес послушание в Просфорне, выпекал просфоры. Тогда в лавре жили совсем маленькие насельники, мальчики 9-10 лет. Время было уже советское, голодное, дети часто забегали в Просфорню и спрашивали, нет ли кривеньких просфорок. Отец Кукша насыпал им полные карманы. Он нес послушание в дальних пещерах. Переоблачал святые мощи, поддерживал огонь в лампадах. Монах Синофонт имел намерение принять схему, однако ему отказывались, ссылаясь на его молодой возраст. Но все происходит за промыслом Божьим. Я переодевал святые мощи схимника Силуана, вспоминает преподобный. Потом, взяв их на руки, встал на колени перед ракою и начал молиться об исполнении моего желания быть схимником. Заснул я под утро, стоя на коленях. Проснулся, когда пришла братья. После этого Ксинофонт тяжело заболел. Все считали, что он уже не поправится. Тяжело больного постыли в схим наивысшую ступень монашества. Ксинофонт получил новое имя в честь священномученика Кукши. С ним он и вошел в церковную историю. Однако после постыга преподобный начал мало-помалу выздоравливать и вскоре поднялся на ноги. На стыке 20-30-х годов Киевскую лавру разогнали. Монахи устраивались кто где мог. Отец Кукша служил в одном из приходских храмов Киева. Верующие шли к нему за советом. В те непростые времена, когда храмы уничтожались, святыни вывозились, священников арестовывали. Преподобный Кукша стал для прихожан почти единственной надеждой. «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». В 1938 году Кукша был арестован и осужден на пять лет лагерей и три года ссылки в Сибирь. Так уже немолодой священник оказался за колючей проволокой. Работа была изнурительной и тяжелой. Зимой в лютые холода работали по 14 часов в день. Есть давали 400 граммов хлеба и миску баланды в день. Сильнейшие морозы не щадили никого, ни женщин, ни стариков. «Попы, выходите пилить дрова!» – слышалось каждое утро. Батюшка вспоминал. «Это случилось на Пасху. Я был такой слабый и голодный, даже от ветра шатал». Светило солнце, щебетали птицы. «Иду по зоне вдоль проволоки. Есть хочется нестерпимо. А по ту сторону ограждения повара носят в столовую пироги для охранников. А над ними вороны кружат». Я начал умолять. «Ворон, ты кормил пророка Илью в пустыне. Принеси мне кусочек». Неожиданно слышу над головой «кар, кар!» И под ноги упал пирог, который ворон украл у повара. Я ел и плакал благодаря Богу. В 1947 году закончилась восьмилетняя ссылка преподобного Кукши, и он вернулся в Киево-Печерскую лавру. На тот момент обитель снова открыли. Возобновление в лавре монастырской жизни произошло во время фашистской оккупации Киева. Стремясь завоевать симпатии населения, фашисты разрешали на оккупированных территориях открывать храмы, закрытые советской властью. Однако в специальной инструкции, разработанной по этому поводу руководством Рейха, говорилось, что на оккупированных территориях надо не просто давать разрешение на религиозную жизнь, а всячески поддерживать любые расколы в церкви, делать все, чтобы со временем каждое село превратилось в отдельную секту. Но Господь повернул замысел завоевателей против них самих. Возрождение храмов и монастырей дало людям духовные силы для борьбы с фашистами и победы над ними. Братья с радостью встретило преподобного. Кухша стал нести послушание свечника в ближних чещерах. Возле них, в галерее, находилась и келья преподобного. Старец имел такой авторитет среди братьев, что митрополит Иоанн благословил преподобного Кухшу тайно постригать тех, кто хочет принять монашество. Сохранились воспоминания людей, которые лично знали преподобного. Отец Кухша был добродушным и смиренным, но не боялся разоблачать грешников. Никогда не смеялся, но улыбался, как ребенок. Голос у него был тихий, глубокий. В его одежде, разговоре, манерах во всем ощущалось смиренно-мудрее. Общаясь с ним, каждый чувствовал себя, как в лоне матери, которой можно доверить все тайны своей души. Светлые, темные глаза, красивые глаза такие. Батюшка Кухша носит такой ротненький, небольшого роста, но всегда опрятно одетый, всегда с улыбкой. Не просто так он посмотрит на тебя и все, либо благословил, и все, руку поцеловать, да, 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 нет, 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 он еще после всего, после исповеди еще руку положит на голову. Ну, что у тебя еще там есть? Ну, говори, ну, говори, ну, скажи. Ну, что ты хочешь? Ну, говорим, раз что-то есть в душе. На исповедь к старцу приходило множество прихожан. Кухша говорил, «Я сам грешный, и грешных люблю. Нет человека на земле, который не согрешил бы. Один Господь без греха, а мы все грешники». Преподобный был прозорлив, и люди тянулись к нему отовсюду. Власти решили выслать отца, кухшую из Киева. В 1954 году преподобного перевели в Почаевскую Успенскую лавру. Здесь он нес послушание возле чудотворной иконы Божьей Матери. И на этом месте через отца кухшу приходили к вере и богоборцы, и сектанты. Всем преподобный находил место в своем сердце. Но у праведника Божьего появились завистники. Недобрые люди вознамерились любыми способами погубить святого. Однажды утром отца кухшу тайно вывезли из Почаева на грузовике в другой монастырь, что находился в 160 километрах в селе Крещатик. Но люди узнали, где находится преподобный, и паломничество к прозорливому старцу продолжалось. Однако новая волна богоборчества не обошла стороной, и тихий Иоанно-Богословский монастырь в селе Крещатик. Монастырь расформировали. Старец кухша переехал в Одессу. Любящим Бога все содействует ко благу. В Успенском монастыре Одессы кухшу встретили тепло. Митрополит выделил старцу на пропитание отдельные средства, но преподобный всегда ходил на трапезу вместе с братьями. В этой обители его главным послушанием было принимать исповеди. Батюшка старался всегда бывать на всех монастырских богослужениях, спал мало, много молился, причащался каждый день. Очень любил утреннюю литургию и часто повторял «Утренняя для подвижников, а обедня для постников». Советовал каждый день окроплять святой водой келью. Преподобный учил, что в храм не нужно бежать, даже когда опаздываешь, лучше идти потихоньку с молитвой. Много было духовных чад у отца кухши. Все слушали его и учились. С преподобным кухшей Одесским я познакомился в 1958 году, когда был направлен учебным комитетом патриархии в Одесскую духовную семинарию. Примерно через неделю мы встретились. Хукша тогда был духовником и духовных школ, и монастыря, и духовенства в большинстве своем. Мы проговорили с ним минут 45. Он интересовался многими вопросами и просил заходить в любое время, чтобы иметь возможность пообщаться. Что особенно приятно и памятно для меня, когда я в 1962 году принимал постриг монашеский, то, постригая меня, митрополит Борис, Царствие Ему Небесное, поручил духовному окормлению кухши. И кухша с радостью взял меня под крыло своей мантии. Тогда отношения наши стали еще более близкими, и много всего обсудили, что есть и что может быть. Это был старец скромный и святой. Он подчинялся воле Божьей. Это был великий богомолец, скромный, как все святые люди. И я очень горожу тем, что кухша стал святым преподобным, и он принял меня в монашестве. Это для меня очень памятно. Я молился, и сейчас продолжаю молиться ему. И думаю, что когда люди с верой приходят к этому старцу, который столько вытерпел в наше время, при нашей цивилизованной жизни, его молитва будет за православных людей, и одесских, и всей нашей Церкви, которая единогласно причислила его к лику святых. Несмотря на то, что власти запрещали паломничество, к старцу толпами шли прихожане. Люди знали не только о великом даре прозорливости преподобного, но и о влиянии его молитв, силой которых люди поднимались на ноги, исцелялись, избавлялись от вредных привычек. Угодник Божий любил смотреть на море и слушать шум прибоя, часто вспоминая святую гору Афон. В келье преподобного не было даже угла для икон. Святые иконы крепились на стенной доске. Его келья сохранилась до сегодняшнего дня. В ней сейчас живет отец Никон. Старый монах помнит преподобного Кукшу и благодарит Бога за то, что живет в келье этого подвижника. Жил человек здесь святой, а теперь живут люди грешные. Он же был простой человек, им все блага были доступны. и два раза Кукшу видел живым видеть. Один раз пришел, чтобы его видеть, что мне делать. Он сказал, больше семинарий будет видно. Все, два слова. Больше ничего не сказал. Я этим был довольный, ушел. Старец предвидел свою смерть. Он говорил, 90 лет Кукши нет. А хоронить будут быстро-быстро. Возьмут лопаточки и закопают. Так оно и произошло. На 90-м году своей жизни, 24 декабря 1964 года, угодник Божий скончался. Перед смертью он прошептал, «Матерь Божья хочет забрать меня в себе». Преподобного Кукшу похоронили на монастырском кладбище. Власти настаивали на том, чтобы похороны были проведены быстро и выделили для процессии всего два часа. Сразу после смерти преподобного на могиле стали происходить чудеса. Люди исцелялись от болезней прямо на кладбище, брали с собой домой землю с могилы отца Кукши. В 1994 году были обретены мощи преподобного. В этом же году Украинская Православная Церковь прославила его как святого. Когда мы выкопали могилу, то мы обнаружили, что место погребения было пустым. И вот тогда по благословению водки митрополита начали читать Акафист иконе Божьей Матери «Нечаянная радость». И совершенно случайно ударом лопаты были обнаружены крышка гроба, которая отвалилась и указала на место погребения преподобного. После того, как произошло чудесное обретение мощей, мы почувствовали благоухающие меры, которое распространилось и в самой могиле, и все окружающие почувствовали, четко почувствовали благоговейный аромат, который разносился по всему кладбищу. По молитвам преподобного люди, получающие исцеление, затем благодарят Бога и просят, чтобы благодарственное молебен было отслужено на мощах преподобного. Эти записочки сбережно собираются, и каждый день после Божественной Литургии мы благодарим Бога и преподобного за его молитвенное заступление и ходатайство. Каждый день монастырское братье совершает молебен в честь святого. Множество паломников приходят к храму, чтобы прикоснуться к святыне, попросить о помощи. Преподобный Кукша был воистину святым. Последовательно пройдя ступенями евангельских заповедей, он показал истинную веру во Христа и исповедническим подвигом достиг вершины. Там, на вершине, он молится за тех, кто сейчас только поднимается этими ступенями. Еще вчера я видел вас, еще вчера я с вами речи.